Продолжение следует... Меняется наше представление об этиологических факторах данной нозологии, и некоторые исследователи говорят, что в перспективе может измениться биология поведения рака с листьями оболочки полосы рта и наши лечебные подходы. Вот все это вместе и побудило нас заняться этой проблемой. И вот даже некоторые исследователи говорят, что в настоящее время можно говорить с увеличением заболеваемости раком языка у молодых пациентов о синдроме рака языка молодых. То есть даже вот такие новые веяния. И на самом деле за последние годы, я думаю, что многие со мной согласятся, изменился значительной степенью профиль пациента, который приходит на прием и страдает раком языка. Если это раньше были мужчины старших возрастных групп, длительное время злоупотребляющие алкоголем и курением, то в последнее время все чаще встречаются молодые люди без вредных привычек. И достаточно часто и на приеме, и на консультациях встречаются молодые девушки, молодые женщины, которые страдают раком языка. Проведенные эпидемиологические исследования в Соединенных Штатах Америки за несколько десятилетий показали, что если заболеваемость среди пациентов раком языка в старших возрастных групп не поменялась, или даже среди мужчин несколько снизилась, то среди молодых пациентов до 50 лет отмечено некоторое увеличение заболеваемости среди лиц мужского пола и значительное увеличение заболеваемости среди молодых женщин. Примерно на более чем на полтора процента ежегодно увеличивается заболеваемость раком языка среди молодых женщин. Та же самая ситуация отмечена и в Европе, если сравнить заболеваемость раком языка среди мужчин и среди женщин, отмечено значительное увеличение заболеваемости среди лиц женского пола. Мы знаем, что долгое время существовало единый теологический фактор развития рака слизистой оболочки полости рта, но в связи с государственными программами, в связи со снижением табакопурения, отмечается и снижение заболеваемости раком слизистой оболочки полости рта. Также проводились исследования, нет ли связи развития рака данной локализации с вирусом попелом человека, но такие данные не были подтверждены. Был проведено большое исследование канцер-регистра 22 стран, 90 тысяч больных, который показал, что снижается количество опухолей, ассоциированных с табакопурением, но в то же время увеличивается количество пациентов рака рта в лодке, это объяснимо, связанное с вирусом попелом человека, и раком подвижной части языка у пациентов молодого возраста. При этом поиски этиологического фактора у молодых пациентов не привели к успеху, и в настоящее время этот вопрос является открытым. Также исследования показали, что эта группа пациентов, молодых с раком языка, имеет хуже прогноз, чем пожилые пациенты. Таким образом, на основании данных литературы было показано, что за несколько десятилетий отмечается снижение заболеваемости рака слизистой оболочки полусорта некоторых локализаций, например, слизистой оболочки дна полусорта щеки, голлярную отростку нижней верхней челюсти. В то же время динамика заболеваемости раком языка в общем среди всех пациентов не изменилась. В то же время увеличилась заболеваемость, причем достоверно, раком языка среди молодых пациентов, среди лиц женского пола и особенно, некоторые авторы приводят цифру до 4% ежегодно, увеличилась заболеваемость раком языка среди молодых женщин. И, как было показано, за 35 лет заболеваемость раком языка у молодых женщин увеличилась на 111%. И в настоящее время среди всех заболевших раком языка эта категория, по некоторым данным, составляет более 20%, хотя раньше, до 80-х годов, не более 4%. Патогенез, развитие рака слизистой оболочки по усть рта и языка, он, в общем-то, и общеизвестен, он не меняется. Вот нормальный слизистой оболочки через дисплазию к конвозивному раку. Тем не менее, вопросы об этиологии рака языка среди молодых пациентов, как я уже сказал, открыт. И исследовались влияние вирусов эпилома человека, различных иммунодефицитных состояний, влияние наследственности, либо предисполагающих генетических повреждений. Но они не были подтверждены. Также рассматривался вопрос о причинах увеличения заболеваемости раком языка среди молодых женщин. Предполагались и гормональные нарушения, возможное влияние пероральных контрацептивов, различные реакции на стресс среди лиц женского и мужского пола и реакции на факторы окружающей среды. Но эти данные также не были подтверждены. Поэтому вопрос об этиологии данных изменений, данных эпидемиологических изменений, он остается открытым. Причина пока не ясна. Мы провели свое исследование на базе двух линий города Москвы. Это антологический научный центр и центр Логинова. И вот на данном слайде достаточно красноречиво было показано, что за 10-летний период в антологическом центре частота поступления больных для хирургического лечения молодых женщин, страдающих раком языка, значительно увеличилась. То есть если в 10-11 году это было 2-3 пациента, то в 20-м году это уже 15 пациентов. То есть рост заболеваемости по экспоненциальной кривой, он достаточно красноречив. В основном это пациентки 42-43-44 лет, но в то же время встречались пациентки и 18-23 лет. То есть достаточно молодые пациентки. Причем надо необходимо отметить, что ни в одном случае при опросе эти пациенты не злоупотребляли ни курением, ни алкоголем. То есть в данном конкретном случае имеет место какой-то другой этиологический фактор. При анализе распространенности по системе ТНМ хотелось бы обратить внимание, что в 66% случаев у пациентов был локальный опухолевый процесс в соответствии с символом Т1, Т2 и без региональных метастазов. Хочется сказать, что по всей видимости данная группа молодых женщин тщательно, внимательно относится к своему здоровью и при первых признаках заболевания обращается с ними к врачу. Это еще раз подчеркивает тот факт, что ранняя диагностика во многом зависит от самих пациентов. У половины пациентов была первая-вторая стадия опухолевого процесса. И естественно распространенность опухолевого процесса определяла и нашу тактику лечения. Если при первой стадии в основном это хирургическое лечение, при второй стадии в большинстве случаев комбинированное, то при третьей-четвертой в половине случаев было комбинировано, в половине комплексное лечение в зависимости от неблагоприятных факторов прогноза на основании данных морфологического исследования. У 70% пациентов было выполнено органно-сохранное лечение. Это либо лазерная резекция языка, либо половинная резекция языка, что также определялось распространенностью первичной опухоли. В то же время у 30% пациентов необходимо было выполнять субтотальную резекцию языка с реконструкцией. У 68% пациентов реконструкция возникшего дефекта не выполнялась. В то же время у 16% было использовано лучевой лоскут на микрососудистых анастомозах, либо различные варианты региональных лоскутов. Хотелось бы подчеркнуть, что учитывая контингент пациентов, с которыми нам пришлось иметь дело, это женщины, женщины молодого возраста, особое внимание следует обращать на хирургические доступы, на объем оперативного вмешательства как на первичном очаге, так и на региональных зонах. И особенно на выбор оптимального способа реконструкции дефекта, как, например, у этой пациентки после гемиоглосоктомии с резекцией тканей дна полости рта, с функциональной шейной диссекцией. Нам был применен лучевой лоскут, определенная модификация его для того, чтобы возместить все утраченные отделы левой половины языка и тканей дна полости рта с целью того, чтобы возместить объем и по возможности полностью восстановить функцию языка. Как мы видим на данном слайде, пультя языка, правая половина языка достаточно мобильна, что позволило в наибольшей степени сохранить и восстановить функцию речи и глотание. Выполнение шейной лимфодисекции через поперечный разрез также является косметическим, в общем-то имеет большую косметическую нагрузку и малозаметно при последующем наблюдении. Включите, пожалуйста, видео слайд. Добрый день. Меня зовут Юля. Был рак языка. Сделана операция, резекция с пластикой лоскутом с руки. Прошло три месяца после лучевой, химио-лучевой терапии. Пришла на осмотр. А ты кушаешь? Кушаю хорошо. На одной стороне остались некие проблемы с глотанием, потому что пища проходит через правую часть горла. Еще не все вернулось, не все вкусовые ощущения вернулись. Ну, очень хорошо. Спасибо большое. Меня вас спасает. Вот, фрукты еще не все. Ну вот, как мы видим на данной демонстрации, практически полностью восстановилась речь больного, даже выговаривает букву Р, и, в общем, представить, что у данной пациентки отсутствует левая половина языка, скамидная полосорота, в общем, если ты не смотришь в рот, в общем, сложно. Если вернуться к теме доклада и обратиться к онкологическим результатам, было отмечено прогрессирование у 27% пациентов, в основном это в виде локорегионального рецидива, и почти у 9% это были отдаленные метастазы, в основном в легкие, достаточно высокие цифры. Общая выживаемость на круг у данной категории пациентов достаточно высокая, более 70% пятилетняя общая выживаемость. Опять же, это обусловлено тем, что была ранняя диагностика, у большинства пациентов опухоль была выявлена на ранней стадии, поэтому такие достаточно высокие цифры общей выживаемости. Если рассмотреть выживаемость в зависимости от стадии опухолепроцесса, естественно, она достаточно высокая, почти 90% при первой стадии, но вот получились интересные данные, если сравнивать выживаемость при второй и третьей стадии. При третьей стадии, хотя и недостоверно она выше, это обусловлено тем, что во всех случаях этим пациентам проводилось комбинированное либо комплексное лечение, в то же время при некоторых случаях второй стадии только хирургическое вмешательство. Возможно, этим обусловлены такие показатели общей выживаемости. И если оценить выживаемость в зависимости от применяемых методов лечения, тоже получились интересные данные, что при проведении комбинированного лечения, хотя в этой группе были более распространенные опухолевые процессы, выживаемость, хотя и недостоверно выше, чем при чисто хирургическом лечении. Это говорит о том, что нужно более точно оценивать неблагоприятные факторы прогноза на основании анализа морфологического материала после операции, и более точно определять необходимость одевантного послеоперационного лечения. Таким образом, на основании нашего исследования можно сделать следующие выводы, что заболеваемость среди пациентов двух клинических учреждений города Москвы позволила выявить увеличение заболеваемости раком языка среди женщин до 45 лет, молодых женщин. Также отмечена относительно меньшая распространенность опухолевого процесса в этой группе пациенток, и в данной группе пациентов отмечены более высокие показатели общей и безрецидивной выживаемости. Спасибо за внимание. Спасибо.